если мы о студенческих поговорили вот какие то есть тенденции последних там я не знаю полгода год вот вот что то такое ну что надо знать допустим ли хорошо было бы знать о том что сейчас происходит вот ну например вот я где-то прочитал что в четырнадцатом году там был какой-то рекордный там выезд из россии на пмж не 300000 какой статистика была я не знаю где они берут эту статистику но там 300 тысяч или например я вот когда с иммиграционными адвокатами разговариваю иногда так они прямо дымятся так что им страшно подходить то есть у них вообще времени ни на что нет и значит вот тоже сейчас очень много дел причем я разговаривал с одним недавно мне говорит ты понимаешь что сейчас происходит что так много дел сейчас идет по политическому убежищу что мы тоже перестали заниматься бизнес иммиграции там еще чем-то потому что там больше возни а здесь в общем то все такое более прямолинейное спрос большой уже просто не хватает сил ни на что другое вот вы со своего конца что такое видите ну честно говоря ничего такого не могу наверное сказать какой-то статистике не знаю тоже так вот слышу какие-то разговоры но я вижу по клиентам что да на политическое убежище очень много людей и например если раньше можно было ждать интервью там назначалась буквально там наверно может быть три-четыре года если ты подошла политическое убежище назначать интервью да ты вот там отправил документы там за отпечатки пальцев ты ждешь раньше это было там 4-6 месяцев сейчас это до двух лет да несколько недель был бы или даже больше но вот при не я помню у мне клиент вот который это Да что же, такой длительный процесс, его надо наблюдать, например. У меня не так много людей, которые, например, подали при мне, и при мне бы, например, получили. У меня таких там, я не знаю, единиц просто. Большинство сейчас еще находится в этом процессе, который неизвестно, когда закончится. Там пробка большая образовалась из этих детей, которые из Мексики идут. А, ну, возможно, да. Ну, я вижу просто по количеству людей, просто, видимо, информация стала больше распространяться. Раньше такого количества информации о политическом убежище не было. Терра инкогнито была. Да, да, да. Как-то это было все где-то скрыто. Сейчас это настолько на поверхности, что сейчас это везде, да, уже чуть ли не рекламируется, не агитируется людей и все-все-все. И как бы все уже знают про это. Очень многие знают. Если раньше мало людей знали, то теперь много. Поэтому, естественно, количество людей, как бы, на это ориентированных, и даже клиенты, с которыми я разговариваю, если раньше, например, многие не знали об этом, то сейчас они мне сами об этом говорят, что вот мы приедем, а потом на политику. Вот мы приедем, а потом на политику. Знаете, что я бы сказал про политику? Из того, что я вижу, опять, у нас в школе какая-то фильтрация происходит людей, которые к нам попадают, но у нас очень много work and travel, молодняк, которые приехали, им крыша снесло, и они уже обратно не хотят, и они идут в, ну, либо политика, либо в замужество. Но очень много по политике вот таких молоденьких, совсем не закончивших там университеты и так далее. И, кроме того, понимаете, что получается? Вот вы сказали, там, я считаю, что если он может пойти по студенческой, зачем ему идти по политике? Но есть дикое количество людей, дикое. Ну, скажем, 95% людей, которые хотели бы, может быть, эмигрировать, у них никаких оснований нет. То есть, они не принадлежат какой-то религиозной там группе, они не преследуются там по политическим. Ну, просто живут люди, хотят обрыдло, им хочется уйти. И, а что у них есть-то, кроме политики-то, что у них есть? Ну, также обучение. Ну, если постарше, если семья. Ну, постарше семья, получается, что только политика. Ну, да, то есть, поэтому сейчас очень много таких стало людей, ну, эти, как бы не изощренных, ну, просто-просто людей. Да, ну, просто политика – это тоже такой серьезный шаг, я считаю. На него, конечно, люди должны просто реально понимать. Я считаю, что, мне кажется, недостаточно информация. Эта информация преподносится односторонней. Преподносится, что приехал, вот там, любой адвокат или специалист, а мой приезжает, сейчас мы вам тяп-ляп и все сделаем. Не переживайте. Любое – это неправда. Ну, не любое, но, скажем так, может быть, большинство. Есть проверенные. Большинство. Есть проверенные, да, и мы их знаем с вами, есть проверенные. Я просто говорю, что очень много таких людей. Люди владеют информацией, что, что такого, я приехал и все. Но никто не понимает эти последствия этого, с чем тебе придется столкнуться, там, я не знаю, ты не можешь выезжать какой-то, супер продолжительное время. К тебе уже никто не приедет. Больше того, если ты поехал один, а семья осталась, ты можешь… Да, да. Таких же очень много людей. Поэтому, как бы, это надо понимать просто реально. Я не знаю, рассказывала я уже здесь в своем видео или нет, когда я была в консульстве в российском, здесь у нас, в Сан-Франциско, подавала там, не помню на что. Пришла девушка, у которой, ну, я не знаю, может быть, я назову политическое убежище здесь или еще что-то. У нее просроченный был паспорт. Российский? Российский. Она его хотела срочно победить, потому что не умер отец в Москве. Ее вызвали, а она не может ехать, потому что у нее просроченный паспорт. Понимаете, так же вот люди, например, на политическом убежище, у тебя есть куча родственников, еще что-то, очень сильные связи. И люди просто об этом не думают, особенно молодые люди. Они уезжают, а потом вот это вот начинается. Потом они все тоже обращаются, вот очень много людей, привезите наших родственников, маму, папу, сестра, брат, потому что не они не могут поехать, не родители приехали к ним. Мы вот это вот начинаем потом. А вот это большая проблема, допустим, если приехал человек, подал на политику, например, или просто студент, я не знаю, и проблему привести к нему маму или папу? Кто на политику проблема? Это проблема. А если по студенческой? Студенческая, если это не языковая школа, которая длится 10 лет, да, и человек там кочует из одной в другую, то, конечно, родители тоже не приедут. Если он приехал, отучился, потом пришел в колледж, и приехали родители, проблем не будет. А вот, например, история, у нас одна клиентка, которая получила через нашего общего знакомого, который иммиграционными делами занимается, Эдуард, она получила, ее сестра, ее мама, она уже родила ребенка здесь, эта девушка, и бабушка не могла приехать увидеть внука. Ей не давали визу, три раза отказ. Типа девочка поехала, обманула, когда ехала в США? Ну, те, кто попросил политическое убежище, то это как бы уже для родственников путь и для большинства закрыт. Мы пришлось делать маме визу в Канаду, и только там они встретились. Через, я не знаю, 4-5 лет они смогли увидеться, и бабушка увидела ребенка, которому уже год или два был. Так, минуточку, а мама не могла поехать? Так, мама, я имею в виду, бабушка, ребенка и мама, дочке. Дочка, которая тут, она не могла к маме съездить? Нет, она по политическому убежищу, у нее грин карта была, она не могла. Ты не можешь уехать в Россию. Ну, или как-то через третью страну. Ну, через третью страну, она с ребенком. Ну, кому хочется с маленьким ребенком ездить через третью страну и все-все. Опять же, она была из Владивостока, это все, сами понимаете, через Кавахстан или через Белоруссию. Представьте, ты какой путь. Через Корею надо ее. А, северную? Зачем? Юрную, через Японию. А недавно был случай, успешный, мальчик один у нас, тоже попросил политическое убежище в Нью-Йорке, и его мама пошла и на интервью сама проговорилась, что сын у него находится. Ей отказали. Потом она обратилась к нам, мы подали повторное, мы описали все, ну, как указали сына и ей дали. Но это, опять же, исключение, очень большое исключение. Ну, может быть без уха по-своему. Просто без уха по-своему. С точки зрения обострений в отношениях, Крым, Восточная Украина и вот это все, санкции, значит, это как-то сказывается вот на этих процессах? Нет. Ну, это все зависит от страны, например. Если сейчас очень большое количество клиентов из Украины, у них там очень сложно получить визу. Ну, там всегда было сложно. Всегда сложно, сейчас еще сложнее стало. Служишь там? Ну, да. Вот, например, у меня были клиенты, говорят, из 64-х человек перед нами, двое только получили. Ой-ой-ой. Да. Получается там, ну, вообще, сейчас последние, начиная с конца, наверное, мая, очень, очень, вообще сложно. Сто процентно, если бы это люди были в другой стране, любой другой, даже, я не знаю, там, Молдавия, хоть они почти Евросоюз, но экономическая ситуация тоже, заработки низкие, они бы там сто процентов получили. Тут украинцы, им отказывают. Уже просто даже нет логических причин для отказа, но визы не дают. Угу. Поэтому с этой вот страной конкретно, вот там очень большая проблема. Как интересно. Студенческие визы более-менее дают. А какие-то есть, вот, какая-то специфика визовая для тех, кто в Крыму? У меня еще не было ни клиентов из Крыма. Ну, они должны подавать по закону США, их консульство, да, они должны подавать в Украине. Ага. В Киеве. Ну, все, кто ко мне обращается из Крыма, ко мне обращаются, но до процесса не доходило. Я им рекомендую либо иметь паспорт Российской Федерации, его можно сделать, а он будет выдан, например, можно поехать и сделать его в Москве, и в паспорте будет написано место выдать, чем в Москве. подавать, например, как граждане РФ. Либо делать украинский и не заявлять, что ты живешь, если у тебя есть украинский фаспорт, не заявлять, что ты живешь в Крыму. Просто, чтобы избегать этой ситуации и лишний раз ее, так сказать... Через границу не двигать. Да, не презентовать просто консулу, чтобы вот это вот, я считаю, это конфликтная ситуация и как-то... Ну да, там... Я показывал паренька одного из Керчи, он как раз рассказывал, он по грин-карте, по батарее. Вот он рассказывал специфику такую, неожиданную. Ну что же. Ну хорошо, может быть так напоследок, что-нибудь такое полезное, вот чтобы всем знать. Я, на самом деле, дам ссылку на ваш веб-сайт, если кто там из ребят переживает, что мы пока этого не сделали, я в описании к видео дам. А вас как лучше контактировать? Я когда смотрю на ваш веб-сайт, там много разного. Там телефон в Вадивостоке, телефон в Сан-Франциско. Просто скайп. Сейчас у всех есть приложения, вайберы и ватсап. А я одному говорю, обратитесь к Татьяне. Он говорит, я уже обратился, а она теперь мне в скайпе не отвечает. Люди тоже, да, можно понимать. Включаешь компьютер, у вас, наверное, то же самое. Там, например, 20 запросов. Ты их как бы все и принял. А если люди писали, когда еще ты был оффлайн, то они потом появляются после этих сообщений. У тебя уже просто не можешь пройти через эти 20 запросов и прочитать, что тебе написали. А, не то, чтобы их забанили? Нет, конечно. Ну, некоторые их, конечно, баню, да. Но вообще людям просто надо. Это же им надо, правильно, Михаил? Не нам же. Я ж не буду им всем писать. И то иногда я иду, раз, и начинаю чистить свой скайп. И смотрю, сколько там у меня. И вижу, например, мне там люди писали, а я не ответила. И я им там пишу, вы там что-то хотели. Просто людям надо быть иногда понастойчивее. Вы написали, не ответили. Ну, мало ли, что человек занят. Ну, понастойчивее я могу сказать, что у нас тоже в школе мы посмотрели сегодня к концу дня. У нас за день, при том, что у нас 3 человека на телефонах, 30 сообщений нам оставили. То есть мы не подняли трубку 30 раз, при том, что, понимаешь, несколько человек на телефонах сидят. Они нам говорят, не могли дозвониться? Я говорю, ну, позвони еще пару раз. Ну, дозвонись. Ну, правда, ну, вот такой дурдом. Не знаю, что делать. Ну, да, ну, это надо дозваниваться, да. И иногда, я тоже могу сказать, люди, которые меня смотрят, иногда бываешь очень занят, и люди звонят, что-то спрашивают, а нам где-то что-то там бываешь резко ответить. Ну, если вам надо, я вот всем хочу сказать, то вы, как говорится, идите. Инициативу проявляйте. Да, проявляйте инициативу, идите ко мне навстречу, да. Потому что иногда действительно занят, где-то кому-то что-то сказал, грубо ответил или… У меня нет времени со всеми мило разговаривать, иногда просто задаешь конкретные вопросы, которые для людей, может быть, звучат как-то, может быть, жестко, им кажется, и они начинают обижаться. Вот. Ну… Инициативу проявляйте. Инициативу проявляйте.